Привет юстуба слушатели, с вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике постараюсь поделиться с вами новостью, одной, которую я услышал сначала по радио, а сейчас уже о ней прочитал в интернете, а такое вот происшествие произошло. Прокуратура Одесской области расследует пропажу на таможенном посту Ильичевска, Ильичевска это Одесская область, грузобычей спермы. Стоимостью 85 миллионов гривен. Об этом говорилось в определении Приморского районного суда от 17 марта 2016 года, опубликованного в Едином Государственном Реестре судебных решений. Сослаться на документу следствие подозревает, что кража ценного груза способствовали сотрудники таможни. Видите, на таможне есть не очень порядочные сотрудники, оказывается. Досудебное расследование установило, что служебные лица отдела таможенного оформления номер 3 таможенного поста Ильичевска Одесской таможни, злоупотребляя служебными обязанностями в интересах третьих лиц во время таможенного оформления груза животного происхождения для косметической промышленности в контейнерах с жидким азотом, которые находились в грузовом автомобиле, способствовали неустановленным лицам к незаконному завладению вышеупомянутым грузом, тем самым причинив ущерб владельцу компании Bio Cosmetics UALTD на общую сумму 85 270 000 гривен. Говорится в определении. Уточняется, что груз спермы поступил в Ильичев 14 февраля 2015 года. 26 февраля 2015 года старший следователь по особо важным делам Управления финансовых расследований Государственной фискальной службы на основании определений Соломинского районного суда Киева провел обыск грузового автомобиля. Какие ваши доказательства? Отмечено, что судом было разрешено изъятие лишь документов, подтверждающие происхождение сырья. Однако, следователь изъял и сам груз. В настоящее время местонахождение спермы неизвестно. Все, вот такое вот сообщение. Но тут еще есть комментарии разные. Тут пишут, что типа начальница таможни, она молодая, украла. Что-то из такого плана. Но это люди пишут комментарии, это не я говорю. Моя мета за 4 месяца – створить зону прозорого митного контроля. Так что вот так вот. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю за внимание.